Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Он такой довольно интересный, вот в том смысле, что он может быть болезнен. Этот вопрос может быть болезнен для тех людей, которые столкнулись с похожей ситуацией. Итак, коллеги на работе, они постоянно вгоняют меня в тревожное состояние. Постоянно говорят, что я слишком эмоционально реагирую, я должна быть спокойнее, что я себя накрушиваю. Хотя, в эти моменты я нахожусь не на взводе, а просто делюсь мыслями. Допустим, не понимаю решение начальства или нахожу в стране некоторые правки в документах. Из-за этого чувствую, что не должна разговаривать вообще ни о чем. Потом эти коллеги яростно возмущаются между собой о каком-нибудь событии на работе. Еще момент, на мои просьбы могут грубо ответить, а на такую же просьбу другой коллеги мило согласиться. Когда я пытаюсь распределить работу в отделе, получая задание от ланджавства, меня выставляют командирам и тиранам, хотя я никогда не настаиваю на каком-либо конкретном деле для коллег. Всегда спрашиваю, сделаю все это, может взяться за это. Если я не занимаюсь таким распределением, то другие коллеги не проявляют инициативу за выбор и исполнение заданий. Все просто висит. Также постоянно ставят под сомнение мои решения. Подскажите, что делать в такой ситуации, ощущается как газовательник. Ну, может быть, газовательники есть. Это первая мысль, которая мне пришла в голову, когда я прочитал ваш вопрос. Вот, я первый раз его прочитал, а вот сейчас я его прочитал второй раз. Вот, на самом деле, может быть, действительно газовательник. Вот, это правда. Вот, а, ну, тут аспект, конечно, вот он только особ, да, как бы, что, ну, как бы, даже если, даже если это и гордлайтинг, то важно, эээ, ну, что-то делать. Вот. Эээ, понимаете, да? Вот. Эээ, ну, ээээ... Это и работа, эээ, с личными границами, вот, и... Это и, ээээ, работа с, эээээ... Эээээ... С самооценкой, ээээ, вот. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ вы то очень неуверенно себя как бы ведете, то наоборот получается чересчур уверенно, да, т.е. словно говоря, вы то не добавляете, то передавливаете. А все почему? Потому что вы не доверяете себе. Понимаете, да? Вот, поэтому такой вот момент. И вот с этим нужно в первую очередь работать, чтобы определиться со своей позицией, со своей ответственностью, с границей ответственности и ну как бы с тем, чтобы четко ее продвигать, допустим. Когда вы чем-то делитесь, что вы именно делились, ну как бы, ну и вот именно делились всем. А нет, ожидали, не ожидали. Как люди отреагируют. Вот. Потому что у меня вкладывает такое впечатление, что обращается вы в большей мере именно на то, как реагируют другие люди, а не на то, что вы сами хотите сказать. Вот. Да? Дальше. Теперь вот поподробнее по тексту пройдемся. Вы пишите. Коллеги на работе постоянно вгоняют меня в тревожное состояние. Смотрите, вы перебрасываете здесь соответственно. Это не коллеги вас в тревожное состояние вгоняют, а вы начинаете испытывать тревожность. Вопрос там от чего? В чем для вас угроза здесь? Тревога это про угрозу. Нужно разбираться. Дальше. Пацаны говорят, что я слишком эмоционально реагирую, все должно быть спокойнее, что я себя накручиваю. И вы чувствуете сомнения. Почему? Потому что у вас есть позиция, что другие люди знают лучше, чем вы. Хотя в эти моменты я нахожусь не на взводе, просто делюсь мыслями. А вот здесь вы уже оправдываетесь. Вы уже оправдываетесь. Начинаете объяснять. И это автоматически сделает вас виноватой. Дальше. Допустим, не понимаю решение начальства. Здесь вопрос с обоординацией. Вам не нужно понимать решение начальства, а вам нужно просто их исполнять. Понимаете? Если у вас есть вопросы к начальству, то я полагаю, что с начальством эти вопросы нужно разбирать. Как минимум. Вот. Потому что, ну, как бы по сути, здесь вы оспариваете начальство. Вот. Нахожу странным некоторые правки в документах. Странными в каком смысле? Опять же. То есть, как бы, ваша ли это компетенция? Да? То есть, понимаете, вот вопрос ответственности здесь. Из-за этого чувствую, что не должна разговаривать вообще нежим снова. Это про ваше восприятие себя. Понимаете? То есть, некая готовность к тому, что если я в себе сомневаюсь и сомневаюсь в себе, что-то выражаю и получаю негатив, то для меня это подтверждение, если нажим говорить не надо. Это позиция жертвы. Потом эти коллеги могут просто яростно возмещаться между собой в каком-нибудь событии на работе. Да, коллеги могут делать то, что угодно. На мои просьбы могут грубо ответить. Грубо отвечают, как правило, в том случае, когда человек сам себя принижает. Не вербально, не осознанно. А доказательства того, что вы себя принижаете, у нас есть. Вот. Это то, что вы оправдываетесь. Это то, что вы перекладываете ответственность на других, то есть, не берёте на себя. И это то, что вы пишете, чувствуя, что не должна разговаривать вообще ни о чём. Это не чувство. Это мысль. Которая проистекает из чувства стыда. Грубо отвечает тем, кто стыдится. Дальше. На просьбу другой коллеги мило согласятся, потому что другая коллега эту просьбу озвучивает с другим отношением, с другим невербальным сообщением. Когда я пытаюсь распределить работу в отделе, получая задание от начальства, я вот не очень понимаю, распределять работу в отделе, это ваша обязанность или нет? Потому что если ваша, это одно, если нет, это другое. А задание от начальства не указывает прямо на то, что ваши обязанности входят в распределение, распределение, ну, как бы, задачи. Меня выставляют командирам и тиранам. Ну, допустим. Допустим. Вас выставляют. И что? Что дальше? Ну, сперва выставляют, потому что я спратишь. Правильно. А если это снова и снова повторяется, люди привыкают, принимают, начинают уважать. Я никогда не настаиваю на каком-либо конкретном деле для коллег. Возможно, внешне вербально вы не настаиваете. Невербально есть ощущение, что вы давите. Всегда спрашивают, сделаешь ли это, может взяться за это. Это как раз таки и издавление. Потому что не давление, это когда вы говорите просто. Привет, слушай. Привет. Нужно сделать вот это. И всё. Дайте человеку самому решить, как отреагировать. Ну, нет. Вы говорите, сделаешь это. То есть вы определите, или надо это делать ему, или нет. Знаете? То есть чувствуется, что вы не выбор предоставляете, а маскируете как бы свой приказ. Если я не занимаюсь таким распределением, другие коллеги не проявляют инициативы за выбор и исполнение заданий. Всё просто висит. Опять же, я не очень понимаю вашу ответственность. Если вы отвечаете за этих людей, или как? Непонятно. Постоянно ставят под сомнение мои решения. Это к вопросу о вашей неуверенности в себе. Вы сомневаетесь сами, болезненно реагируете на сомнения других людей. Подскажите, что делать в такой ситуации? Что делать, чтобы что? Цель какая? На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...